Департамент основных лекарственных средств и продуктов здравоохранения, которые выступят с докладом «Список основных лекарств ВОЗ. Некоторые лекарства лучше других». Пожалуйста, Лоренцо. Спасибо организаторам. Мой доклад заглавлен «Некоторые препараты лучше других». И это действительно так. Я кое-что расскажу о себе. Я был в Италии, а я свою кандидатскую в Союзном Королевстве писал. И затем я развелывал медицинские оценки в Европе и Северной Америке. И на этом работе в 2015 году. Во всех моих этапах карьеры для меня меня волновало больше всего инвестирует время в создание синтез доказательств. Разрываясь между академией и средствами и другими авторитетами, это заставляло меня ездить по миру, связываться, работать с высшими авторитетами, чиновниками в области здравоохранения. В прошлом, когда я был в американской школе, я глубоко описал менопаузальную гормональную терапию, поскольку одна женщина, когда у женщин менопауза, у них появляются симптомы. Я не был уверен, как лечить, потому что многие ли виды лечения ассоциированы с тратом груди. Я не был уверен, как лечить назначить, я пошел в ортопедический отдел. Когда пациент находится госпитализирован долгое время, очень часто у пациента нехороший эмболизм, тромбоэмболизм. И это может привести к ухудшению или даже смерти пациента. Кроме этого, я пошел в психиатрическое отделение, чтобы проконсультироваться по использованию SSRI. Это лекарства, которые должны изменить режим работы мозга, сделать пациента более счастливым. Но мы не знали, что были также исследования, которые показали отрицательный результат этих лекарств. Я выписал эти лекарства вместо использования перецикликов, трицикликов, которые лучше. Из-за этой ошибки произошла ошибка лечения. И вот такие ошибки, они основываются на сильных абсолютных верованиях в те или иные препараты у врачей. И вот это исследование посвящено уровню заболеваемости раком груди. Здесь вы видите, что имеется некий спад. В то время, когда было опубликовано исследование, опирающееся на осмотр одного миллиона женщин. До этого в времени врачи использовали другой вид лечения, который менее активно было. После обонародования этого исследования, заболеваемость начала падать. Я закончил институт в 2000 году. И в академии ни один из моих профессоров не занимался систематическим анализом, меранализом. Если бы систематические обзоры были приняты ранее и сложились, либо по другому в моей карьере, вероятно, да. Как отвечать на неправильное значение лекарств? У многих лекарств ограниченные преимущества. Нужно выявить все, используя весь вред, чтобы сократить количество лекарств, которые популяризованы усиленными производителями. Это также хороший способ принять действия на политическом уровне, чтобы действия предпринимались не только в отношении отдельных пациентов, но и на уровне популяции. Сейчас я строю безопасную глобальную систему здравоохранения. Жизненно важные лекарства – это те, которые выполнены для критериев эффективности и безопасности, и жизненно необходимых. Концепция жизненно необходимых лекарств, следующее, если случаются серьезные и широко распространенные заболевания, необходимо обеспечить, что каждый может их получить. Размещение лекарства в средстве жизненно важных препаратов – это первый шаг реагирования на такие сушки заболеваний. Это исторический график со странами, справа богатые, слева бедные страны. А по вертикальной шкале у нас продолжительность жизни. Как вы видите, по горизонтальной шкале расположены больше, чем по вертикальной шкале. У бедных стран практически всех низкая продолжительность жизни. Список жизненно необходимых лекарств поэтому имеет глобальную важность. Вот последствия экономии. Вот, значит, красная линия – это уменьшение смертности, которое вызвано тем, что у людей нет доступа к жизненно важным лекарствам. Вы видите, какие плохие последствия могут быть вызваны. Усилия большой фармы являются секретом. Они могут создавать очень успешные лекарства, но в итоге их действия по уменьшению заболеваемости, и в итоге не очень большой положительной эффективности. Эффективность и безопасность многих лекарств не очень хорошие. Многие лекарства были разработаны в момент кризиса, в случае заболеваемости, и поэтому они могут не иметь достаточно высокого уровня эффективности и безопасности, любые того-другого. Справочные сравнительные лекарства, как правило, идут по гораздо более доступной цене, чем какие-то новые дорогие лекарства. Мы понижаем планку эффективности. Мы привыкли к практике медикаменты, которые не так эффективны, у которых есть или нет недостатки в практике. Это общая выживаемость, а это количество утвержденных лекарств. Вот это лекарства, это те, которые были недавно одобрены. Лишь некоторые препараты в высоком столбике показали хорошие результаты в лечении. Это неустойчивый тренд. Дорогие препараты затрудняют прогресс, поскольку они способствуют увеличению расходов на лечение. Кое-что расскажу о 400 препаратах, издающих в лекарстве. Пример препарата против рака груди – это препарат в химиотерапии, который является инвазивным лечением. Последствия лечения могут быть такими, драматическими, и могут быть использованы разные виды интервенции, как хирургические, так и химиотерапии. Несколько препаратов, которые могут быть использованы против рака груди. Из всех препаратов я выбрал те, которые находятся в списке жизни необходимых. Препараты одевантной химиотерапии, тамоксифен и трасплюзимаб. Вот в этом столбце процент выживания без лечения, в следующем процент выживания с лечением. А в последнем столбце выздоровления при выживании. Даже если не принимать лекарства, существует шанс выживания больше половины, у вас большой шанс. Сколько хирургия позволяет выживать. Я говорил со студентами, спрашивал, какие специальности вы хотите выбрать в будущем. И многие были не уверены, но многие говорили, что я не стану хирургом. Если вы увидите хирургию рака груди, то вы увидите разницу. Сколько делаем не только в медикаментах, которые делают эту разницу. Если вы будете принимать одевантную химиотерапию, то будет 5%. Если тамоксифен, то шанс полностью вылечить 9%. Трастузумаб дает шанс полного излечения 70%. И эти три препарата находятся в списке в жизни необходимых препаратов против хакатруди. Но есть очень большая разница в цене препаратов. Одевантная химиотерапия стоит 50 долларов в год. Тамоксифен стоит 50 долларов, это в год, расходы в год. А тррастузумаб в год стоит 33 тысячи долларов. Это стоимость полного курса этого препарата. Мы должны давать препараты, чтобы поддерживать людей. Для того, чтобы люди, во-первых, выжили, алтаркет стало лучше, чтобы они выздоровели. Другие препараты, новые препараты разработчики, например, тррастузумаб и эти препараты имеют также высокую цену. Мы сейчас обсуждаем с производителями возможность уменьшения стоимости этих препаратов. Некоторые препараты, включенные в список жизненно важных лекарствах, очень дорогие, поэтому нам нужно найти пути подешевления. Список жизненно необходимых препаратов – это модельный список, поскольку процесс основан на строгих доказательствах, о сравнении положительного эффекта того, хороших, хорошо ли лекарства влияют на пациентов. Список жизненно необходимых лекарств составляется в Женебе, но используется во всем мире, является моделью для выбора медикаментов. Этот список важен, поскольку он позволяет понять, какие лекарства жизненно необходимы, а какие нет. Одна из коллег назвала это «Тихой революцией в общественном здравоохранении по всему миру». У нас есть несколько публикаций о газетах, и вы видите, что это не только лечение рака, но и лечение гепатита С, и другие лекарства, упомянутые списки, позволяют лечить устойчивый туберкулез, список включенных лекарств от очень многих заболеваний. Очень важно упомянуть необходимые препараты академиков, академию. У нас есть группа студентов, которые заняты в обеспечении того, что в академии, в центрах, относящихся к университетам, используются только те препараты, которые находятся в списке жизненно необходимых лекарств. Для академии важно, чтобы использовались только лучшие лекарства. Вот наша команда, которая возглавляет доктор Никола Магрини. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за внимание.